Приветствую вас. Давайте мы с вами разберём ваш вопрос. Хотелось бы попросить совет у вас, ну не знаю, можно ли с таким всегда обращаться. Да и ситуация дебильная, мягко говоря. Дело в том, что я недавно поссорилась с подругой. В каком-то смысле это и моя вина. Мой юмор состоит из черноты об убийствах, пытках и суициде. Ну вот смотрю такую шутку в ответ и слышал что-то вроде «Иди с крыши прыгай, раз так хочешь умереть». Случит глупо, но как же меня тогда это взбесило и обидело? Это одна из немногих вещей, из-за которых я могу ненавидеть человека. Особенно сречётом того, что с недавнего времени я наблюдаю за психиатром. И численно каждый день борюсь с такими мыслями и убеждаю себя, что всем своим друзьям и родителям я важен. Друзья, к слову, об этом не знают. Грузить своими проблемами их я не хочу, даже когда совсем плохо. Потому что для них я весёлый пофигист. Ну и прошло уже около недели. С этой подругой я не виделась. Один из общезнакомых скинул переписку с ней. Ей очень плохо и она считается лично самым ясным человеком. Я в это верю и достаточно хорошо её знаю. Она очень хороший человек. Хоть и в последнее время такой же разращительный как и я. Но вот в чём проблема. Она вроде как лучшая подруга. Я люблю её. Но моя гордость просто не даёт мне перед ней первые извиниться. Да и простить её полностью не смогу. Каждый раз буду вспоминать об этом, когда мне плохо. С другой стороны, лучше действительно прекратить общение. Не хочу каждый раз пытаться себя этими мыслями. С другой стороны, без неё как-то не так. Скучно, плохо и не интересно. Совсем не знаю, что с этим делать. Ну, здесь важно сказать, конечно, следующее, что психологи на самом деле не дают советов. И я думаю, что советы вам, если честно, не особо-то и помогут в данном случае. Я вижу, что изначальный конфликт у вас связан именно с определёнными мыслями. Именно с определёнными мыслями, возможно, это связано в той или иной степени со смыслом жизни, который вы не особо видите для себя. Возможно, это связано с тем, что вы себя обесцениваете. А возможно, это связано и с некой такой постоянной подавляемой агрессией внутри себя. Либо конфликтом того, какой вы должны быть с тем, какая вы на самом деле. Я честно вам и откровенно, пожалуй, скажу сейчас, что мне на данный момент, на данном этапе достаточно слабо видится то, в чём состоит конкретно ваша проблема. Я думаю, что здесь нужно не советы вам давать, а здесь нужно решать проблематику. Именно проблематику, которая у вас есть. Это определённые мысли. Мысли о смерти, если я правильно вас понял, вас пугают. Но вообще-то, я не скажу, что это, конечно, мысли позитивные и полезные, потому что очевидно, что это не так. Но я скажу, что довольно много людей с этим сталкивается. И сталкивается довольно много людей с этим отнюдь не потому, что они действительно хотят умереть, или потому что пытаются привлечь к себе внимание. Хотя, безусловно, некоторые люди делают и это тоже. Нет. Здесь ситуация заключается в том, что человек чувствует себя просто-напросто не свободным. Большая проблема заключается в том, что вы чувствуете себя свободным. И в этом смысле смерть выглядит как избавление. Поэтому я думаю, что в первую очередь вам нужно решить эту проблему. Чтобы вы не избегали темы смерти. Чтобы вы не обижались на то, когда кто-то говорит об этом. Просто сейчас получается как? Что вам можно, а подруги нет. Да и ещё, ко всему прочему, вы начинаете человека из-за этого ненавидеть. Как будто бы он говорит о том, что для вас довольно болезненно. И волей-неволей возникает вопрос. Тогда. А почему? Почему для вас это болезненно? Ответ на этот вопрос заключается, на мой взгляд, в том, что вы не свободны. Вы чувствуете себя не свободным. На мой взгляд, это проявляется во многих вещах. Например, в том, что вам без подруги скучно и неинтересно. И вы хотите с ней общаться во многом потому, что, судя по всему, не знаете, куда себя деть. Без неё. Это, опять же, связано с решением не свободы. Когда человек не знает, куда себя деть, он чувствует себя не свободным. То есть, в ситуации, когда человек не знает, куда себя деть, он чувствует себя не свободным. И важно решить, я повторюсь, именно эту проблему. Именно эту, как бы, проблематику. Именно данный конфликт необходимо разрешить. Тогда вы сможете и простить человека. Возможно. А возможно и нет. Прощать, ведь вас никто не заставляет. Вы, может быть, сможете простить человека. Может быть, и не сможете простить человека. Ну, по большому счёту, хотите верьте, хотите нет, это не так важно. Я повторюсь, на данный момент, по моему мнению, вы смотрите несколько не в ту сторону. И, на мой взгляд, это не случайно. Вы по ряду причин стараетесь этой ситуации избегать, скорее всего. Вас она пугает, вам она неприятно, вы не знаете, что с этим делать, вы чувствуете себя какой-то не такой. Вероятно, вероятно. Всегда добавляется ещё и то, что вы находитесь, ну, как бы, на учёте у психиатра. Что тоже может дополнять это ощущение, что с вами что-то не так. Ну, открою вам небольшой секрет, с вами всё в порядке. То есть, в этом нет ничего такого. А ваши мысли, если мы не берём в расчёт возможные заболевания, то есть, ну, изменения в биохимии тела, вот, но это, скорее всего, психологический характер. Я думаю, второй проблемой является то, что вы себе не интересны. Да, эта проблема может быть производной от первого. То есть, если я чувствую себя не свободным, то, конечно же, я буду ощущать, что мне с собой не интересно. Мне с собой не интересно именно потому, что я чувствую себя не свободным. Вот. Но, тем не менее, вам необходимо общаться и взаимодействовать с людьми всё-таки не из скуки. Понимаете? Так вы становитесь зависимым от них, от людей. А это не самое лучшее решение. Вы говорите о том, что вы для своих друзей являетесь, являетесь пофигистом. Весёлым пофигистом. Честно говоря, я думаю, что это не совсем так. То есть, я думаю, что вы на самом деле не пофигисты. Мне кажется, что вы сами, в принципе, в этом более-менее признались. Мне кажется, что вы сами, в принципе, более-менее подтвердили мою теорию. Но, может быть, я ошибаюсь. В любом случае, сейчас это не важно. Вам необходимо учиться быть собой. Перестать играть роли. Перестать быть той, кем вы не являетесь. Это очень важно. Потому что только так вы сможете обрести свободу некоторую независимость. Только так вас перестанут задевать эти вещи. Я думаю, вы согласитесь с тем, что в чёрном юморе ничего такого нет. Я думаю, вы согласитесь с тем, что то, что вы можете начать ненавидеть человека за это, ну, выглядит, мягко говоря, реакция чрезмерная. Хотя здесь, может быть, вы и не согласитесь. Но, тем не менее, это реакция чрезмерная. Человек, вот, вам не хочет смерти. Вы знаете, что подруга сказала вам это из других чувств. Дальше. Вы говорите, что, первый, извиняться вам не хочется. Интересно, почему? Если вы признаёте, что были неправы, то, вообще говоря, извиниться – это нормальная реакция. Но вы этого не хотите. Почему? Боитесь, возможно, быть слабой. Или, может быть, боитесь того, что ваш образ, который вы построили, разрушится. Вероятно, по вашему мнению, весёлые пофигисты первым не извиняются. Ну, и что ж. Возможно, пришло время признать, что вы не такая, какой себя представляете. Это нелегко. Нелегко это признать. Это правда. Но, это единственный путь. И дабы вы не были одна в этой ситуации, я думаю, что имеет большое значение то, чтобы вы заручились поддержкой. И если мы говорим о поддержке, то это, конечно же, психологическая поддержка. То, что вы работаете с врачом – это хорошо. Вы молодец, что заботитесь о себе. Но вам нужна и психологическая помощь тоже. Ещё бросается в глаза то, что вы склонны всё обесценивать. Обесценивать себя, обесценивать других. На самом деле, когда человек обесценивает, он в этот момент сталкивается с чем-то важным. Но пытается от этого убежать. Я думаю, что ваша задача заключается в том, чтобы научиться замечать и признавать, что то, что вы обесцениваете, на самом деле, для вас имеет значение. Их значение серьёзное. Чем лучше вы это сделаете, тем больше у вас шансов на то, чтобы ваша жизнь изменилась. Совершенно не важно, с подругой вы это будете делать, или одна вы будете это делать. Поверьте, это не так важно. Гораздо важнее, гораздо важнее то, чтобы вы начали это делать. Сейчас вы фокусируетесь на своей подруге. И я понимаю, почему вы это делаете. Скорее всего, вы это делаете для того, чтобы не сталкиваться с главной, основной проблемой. Тем не менее, мне бы не хотелось, чтобы вы от неё отходили. Но это было бы неуважительно по отношению к вам, это было бы неправильно по отношению к вам. Я правда так считаю. Вот, вот как-то, как-то так. Проблема не дебильна, как вы об этом говорите. Проблема достаточно серьёзная. И её нужно признать, если не работает. Свои чувства необходимо учиться проживать. Тогда вам будет легче прощать людей. Мне кажется, что у вас достаточно высокие требования к себе. Мне так кажется. Понятно, что я в этом не уверен. И понятно, что я могу быть не прав. Но мне кажется, что вы к себе очень требовательны. И отсюда прямо вытекает ваша требовательность к другим людям. Что тоже, на мой взгляд, не является случайным. Поэтому, как только вы снизите требования к себе, вы сможете снизить требования к другим людям. И, снизив требования к другим людям, вы получите возможность их прощать. не сразу и не на 100%. Потому что есть вещи, которые вы действительно не можете прощать. И это нормально. Я повторюсь, не нужно прощать то, что вы не можете. Или не хотите прощать. Не нужно это сделать. Но вы определенно получите для себя куда больше ресурс для того, чтобы прощать кого-то. Вот, пожалуй, такой ответ на данный момент я мог бы вам предложить с точки зрения психологии. Как я и сказал, психологи не дают советов. Это очень важно понимать. Мы не даем советов. Но разобраться вам с вашей проблемой мы, безусловно, можем. Если вы нам это позволите сделать. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на с тобой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok